Конкурс среди средств массовой информации проходит на Брещене больше 10 лет. За этот период заслуженные награды получили десятки акул-пира и начинающих журналистов, а также редакции газет, телевидения и радио. В 2018 году творческое соревнование пополнилось списком имен. По словам организаторов конкурса и членов жюри, выбрать лучших оказалось делом непростым. СМИ Брещены имеют высокий профессиональный уровень и постоянно развиваются. Отдать предпочтение кому-то непросто. Приятно, что в средствах массовой информации в нашей области работают профессионалы с большой буквы. Поэтому это, наверное, самое главное, это основная оценка. Что это значит? Это значит, что граждане нашей области получают прежде всего достоверную информацию. Они ее своевременно получают и они могут оценивать то, что происходит в мире. Представители средств массовой информации Брещены уверены, такие конкурсы необходимы в первую очередь как возможность оценить свои силы и понять, где еще есть недоработки, что необходимо исправить или изменить. В соревновании приняли участие практически все СМИ региона. К тому же это признание заслуг, что, согласитесь, всегда приятно. Конечно, рада и я, как главный редактор, и вся редакция. Очень рады такой высокой оценке, потому что, конечно, для нас это такой знак качества нашей работы. И такие награды, конечно, подстегивают двигаться вперед, развиваться, быть актуальными. И поэтому, конечно, это дает стимул такой хороший для работы. И, конечно, такое чувство общее счастье нас переполняет. Конечно, радость, конечно, чувство самодостаточности, чувство того, что мы своим коллективом, очень дружным, сплоченным, замечательным, смогли себя реализовать. Победа в областном конкурсе для нас особо значима по той простой причине, что я, как уже многоопытный, скажем, профессионал, журналист с большим стажем, знаю, уверена, что газеты нашего Брестского региона – это сильнейшие газеты республики. И поэтому победа в этом конкурсе для нас очень значима. Каждый год церемония награждения журналистов меняет место в своей дислокации. Торжества проходили и в городе над Богом, и далеко за его пределами. В программе традиционно не только само вручение дипломов, но и экскурсии. Журналисты – народ любознательный и жадный к информации и впечатлениям. Где пройдет следующая церемония, сказать сложно и рано. Впереди целый год. Однако тем, кто хочет попасть на нее в качестве победителей, стоит поторопиться и начать трудиться над новыми интересными проектами.